Бригадир отгрузки листопрокатного цеха номер 4 Ольга Внучко попала в список лучших работников Магиттагорского металлургического комбината по итогам прошедшего месяца. Более чем за три десятка лет на производстве она прошла путь от испуганной раскаленными слябами девчонки до профессионала, с мнением которого считаются. С подробностями Татьяна Зайцева. Сегодня Ольга Внучко уверенная в себе женщина-бригадир, настоящий профессионал своего дела. С улыбкой она рассказывает о первых впечатлениях от металлургического гиганта. 35 лет назад экскурсию по производству ей организовал отец. Пришли в обжимной цех, вспоминает Ольга, а там нужно было перейти по мостику, под которым бежит ральганг с раскаленными слитками. Отец перешел, а Ольга побоялась, горячо. Кричит отцу, сейчас они закончатся и пойду. А отец смеется, долго, мол, будешь ждать, они никогда не закончатся. Вскоре девушка устроилась в обжимной цех штабелировщиком металла. Быстро привыкла и к ральгангам, и к бесконца снующим кранам, и к шуму производства. Дисциплинированная и сметливая. Впоследствии Ольга стала бригадиром отгрузки, а затем 15 лет работала мастером. В 2004 году, когда обжимной цех закрылся, перевелась в четвертый листопрокатный, также бригадиром отгрузки. Без отрыва от производства получила образование инженера-технолога. На наш вопрос, сложно ли было привыкать к цеху другого профиля, женщина говорит. Если соображать, то не сложно. Мне нравится работать бригадиром отгрузки, потому что я знаю специфику, знаю технологию, знаю все вот эти вещи. Поэтому, как таковой, работать не сложно, если все это знаешь. Конечно, если не вникать в эти задачи и проблемы, то, конечно, это будет сложновато. Ольге Внучко всегда нравилось учиться, постигать что-то новое. Уйдя в декрет, она умудрилась провести время дома с двойной пользой. Окончила медицинское училище. Знания пригодились. Когда папа Столивар, выйдя на пенсию, сильно за ним мог, Ольга еще много лет поддерживала его своими назначениями и каждодневной заботой. Своих родителей-пенсионеров, когда были живы, она навещала каждый день. Ответственная по отношению к родным, Ольга с таким же чувством относится и к работе. Большая, когда отгрузка, очень сложно работать. Были кризисы, когда мы действительно стояли и ничего не делали. Ну а сейчас стабильная работа, стабильная отгрузка, поэтому работать очень интересно. Коллектив у нас отличный, делится Ольга, поэтому и трудится в удовольствии. В рабочих перерывах к ней часто обращается за советом, спрашивает мнение, не обязательно касаемое производство. Сама она старается видеть в людях только хорошее. Возможно, поэтому и люди к ней тянутся. Ну я думаю, что меня любят. Вот все мне, кто помнит еще по обжимному цеху, по крайней мере до сих пор, если кого-то встречаю, видно, что рады видеть. А это один из признаков, что люди как-то относятся с душой и любят. Татьяна Зайцева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.